Здарова, с вами Арталаски, и в этом видео я хочу рассказать, как не надо собирать команду, и нужно ли её вообще собирать. Рано или поздно любой инди-разработчик задумывается, почему бы мне не поработать в команде, тем более, если, так сказать, возможности немного ограничены, и ты умеешь делать что-то одно, например, только делать графику или только программировать. И ты начинаешь думать, почему бы мне не найти какого-нибудь себе такого бро, который будет делать половину работы за меня. И как бы это забавно ни прозвучало, но большинство команд создаётся как раз с таким намерением, чтобы не просто разделять труд, а чтобы всё делали за них. Наверное, вы часто видели на форумах подобные темы, когда один человек собирает целую армию разработчиков, он ищет себе несколько художников, сценаристов, гей-дизайнеров, композиторов и 3D-модельеров. Просто реально такое было. Поэтому, прежде чем вы начнёте собирать команду, лучше посмотрите это видео, подумайте, нужно ли вам действительно собирать команду, и если да, то хотя бы сделайте это сразу правильно и не будете наступать на кучу грабель. Хотя из этого я хочу, чтобы вы поняли одну простую вещь. Вам не нужно собирать большую команду, вам достаточно буквально двух-трёх человек. То есть программист и художник, ну пусть будет два художника и программисты, или там художник-программист и звукарик, который будет заниматься композициями, собственно, треками, звуковым сопровождением и всей вот этой вот важной, но, опять же, второстепенной работой. Подумайте о том, что вы можете дать вашему проекту, что лично вы можете сделать настолько хорошо, чтобы к вам присоединились другие люди и захотели продолжить ваш проект, работать вместе с вами. Если вы художник, то вы уже должны к моменту создания команды иметь хоть какие-то наработки по проекту, который вы собираетесь делать. То есть вы должны уже сделать хотя бы половину графики, ну или хотя бы четверть, не говоря уже о том, что в идеале вы, конечно, всю. Чтобы программист, который захотел прийти в вашу команду и поработать над вашим проектом, он уже просто взял готовую вашу графику и пошёл делать ваш проект уже программным. Начал добавлять там контроллеры персонажей, врагов и, собственно, весь геймплей. И, исходя из своих сильных сторон, определите ваши, соответственно, слабые стороны, что вам нужно, что вы сами не сможете сделать. То есть, опять же, если вы можете нарисовать всю графику, но абсолютно ничего не понимаете в программировании, ищите себе программиста, но ищите его не на пустой проект, не просто на идею, а уже заманиваете, так сказать, на готовый кусочек, на готовый кусочек контента, может, это будет даже какой-то макап или целая анимация, тогда у вас будет реально много желающих, которые захотят присоединиться к вашему проекту и делать его вместе с вами. Другой немного момент, если у вас нет никаких наработок, но у вас должно быть хотя бы портфолио. Один-два законченных проекта, желательно, конечно, на уровне, чтобы люди, опять же, знали, на что они идут, с кем они будут работать, на что вы способны, доведете ли вы вообще проект до конца и что вы реально можете. Если человек увидит, что у вас есть, допустим, интересная идея, но у вас нет ни одного законченного проекта, и, собственно, что вы умеете делать, вы не показываете. То есть вы не показываете свои рисунки, там, спрайты, анимации и так далее. Если вы программист, вы не показываете свои программные какие-то наработки, какие-то части геймплея и просто законченные проекты и демки в том числе. Поэтому люди, когда не увидят что-то вот такого, они просто к вам не пойдут. Они потрещат над вами, скинут вас к друзьям, вот, посмотрели там, чувак, команду собирает. Но по факту, если вы кого-то и найдете, это либо будут новички, которые сами ничего не умеют, и, собственно, опыт у них точно так же, что у них нет никакого портфолио, никаких наработок. И, сами понимаете, это добра, это не доведет. Если вы начинающая команда, я вам крайне рекомендую составить сразу же план работы, в котором вы прямо по дням распишите, какой объем работы должен быть сделан. Например, художник до 7-го числа этого месяца должен нарисовать персонажа со всеми его анимациями, в то время как программист за это же время должен уже составить контроль у персонажа и настроить, чтобы он там мог прыгать, бегать, все это было плавненько и все в таком духе. И, наконец, вам все равно нужен лидер. Несмотря на то, что у вас в команде всего три человека, и что вы Индия, вы свободны, и у вас не должно быть никаких начальников, никаких лиц, так сказать, вас обременяющих, но если у вас нет решающего мнения, если у вас нет человека, который будет ставить вам дедлайны, цели, будет всячески вас поддерживать и работать по факту больше вас, как проклятый, то команда, скорее всего, распадется при первых же трудностях, и вы должны это учитывать. Вам нужен человек, который будет главным в команде. Поэтому, если уж вы собрались стать лидером вашей команды, то вы должны работать как лидер, вы должны помогать каждому из команды, но, опять же, не делать всю работу за них, а именно помогать, как-то направлять, что-то им подсказывать. По факту вы должны работать в несколько раз больше над собственным же проектом, и этот проект нужен прежде всего вам. Также обязательно поставьте четко цель от вашего проекта и расскажите о нем к вашей команде. Не нужно ни в коем случае этого скрывать. Если вы хотите сделать проект ради опыта, так и пишите, что вы делаете этот проект, чтобы получить опыт командной разработки, и к вам пойдут, собственно, такие же люди, которые захотят попробовать себя в командной работе, и не обязательно, что это будут новички, которые тоже ничего не умеют, но обычно попадаются как раз такие кадры, так сказать, самородские, которые хорошо знают свое дело, то есть они рисуют хорошую графику, или они достаточно талантливо программируют на каком-то языке, но у них нет никакого опыта работы в команде, и поэтому они достанутся, скорее всего, вам. Опять же, если у вас есть интересные наработки по вашему проекту, кому попало без каких-либо интересных моментов, контента, они просто пролистают вас и пройдут мимо. Если ваша цель заработать на вашей игре, то, опять же, важно очень четко и заранее проставить все вот эти проценты и, собственно, сам метод дохода. Если вы хотите, чтобы все получили доход только после того, как игра выйдет, то об этом тоже нужно писать сразу, чтобы люди знали, на что они подписываются, потому что те, кто уже немного хотя бы шарит, они понимают, что игру, которую вы, собственно, сделаете и, возможно, доведете до конца, потому что далеко не факт, что вы ее доведете, даже если вы ее опубликуете и получите какую-то сумму денег, то, скорее всего, по поводу того, что это будет ваш первый командный проект, вы заработаете на нем достаточно небольшую сумму и, по факту, сумму, которую получит каждый участник, то есть представьте, да, вот, допустим, игра заработала 1000 долларов, у вас в команде 4 человека, разделите эту сумму на 4 и, в принципе, примерно по 200 долларов каждый из них получит. И когда человек это уже четко понимает в своей голове, он уже думает, идти на это или нет, стоит ли оно того. Ну, опять же, 1000 долларов – это достаточно оптимистичный прогноз для первого проекта. Зачастую бывает такое, что 100 долларов на всю игру – это спасибо. Поэтому не думайте, что вы сейчас соберете команду и сразу же запилите какой-то мега-крутой проект, в который вы, может, даже вложите немножко денег, может, даже в рекламу вложите, но просто сразу настраиваете себя на то, что, скорее всего, вы не заработаете на нем много денег, но вы по-любому получите бесценный опыт, возможно, даже какие-то связи, возможно, вами и вашим проектом заинтересуются какие-то издатели, и вот тогда уже можно об этом думать. Что ж, надеюсь, теперь вы знаете, как правильно собирать команду и определили для себя, нужно ли вообще ее собирать. Пользуясь случаем, также хочу ответить на вопросы множества подписчиков, которые в комментариях часто пишут мне, почему я не работаю в команде, а работаю один. А прежде всего, я просто привык рассчитывать только на себя, поэтому, когда я сам лично работаю над проектом, я уже четко знаю, в какой момент какая часть контента будет закончена. И мне не нужно будет ждать остальных людей, мне не нужно будет ждать, пока они закончат, так сказать, свою часть работы, которую, в принципе, я могу сделать сам. Там можно, так сказать, ускорить процесс, взять себе там несколько помощников, но ведь с ними надо еще делиться. Но даже если опустить финансовую сторону, то, опять же, когда что-то делает другой человек, и хорошо, если он это делает, а не хуже тебя, и хорошо, если он вообще это делает. Потому что у меня часто были случаи, когда я работал с кем-то в команде, человек делает четверть работы, то есть уже все, проект идет в гору, он начинает набирать оборота, и потом этот человек просто сливается и кидает тебя в черный спуск. То есть, по сути, ты как бы вроде ускоряешь свой процесс разработки, но в один прекрасный момент ты понимаешь, что, в принципе, ты вернулся на ту точку, с которой ты начал. Потому что человек уже не будет работать над твоим проектом, и тебе нужно либо делать самому дальше, либо искать нового человека, который, опять же, не факт, что он сольется, не факт, что он дойдет с тобой до конца. Ему может просто в какой-то момент времени не понравиться, надо сказать, твой тон разработки, что проект движется именно вот в ту сторону. Вот ты делаешь шутер, а он хотел, твою мать, платформер. Такое было. И поэтому, собственно, я все-таки рекомендую работать одному, учиться делать все самому и рассчитывать только на себя. Потому что, на мой взгляд, это все-таки самый правильный путь. Поэтому будьте готовы к тому, что люди будут сливаться, они будут уходить из команды, потому что в один прекрасный момент может просто ваш проект резко разонравиться. Не нужно никого тянуть за собой, не нужно никого тащить и возвращать с проекта. Если человек уже не хочет над ним работать, то и хрен с ним. Лучше от этого проекта не станет, если он, не хотя, будет продолжать над ним работу. Поэтому старайтесь все-таки разбираться во всем самому, учить сразу и программирование, и рисование. Не обязательно это делать на супер-классном уровне. Ну, завтра, конечно, смотря какой проект вы хотите сделать. Ну, если вы считаете, что я о чем-то недорассказал, и, возможно, даже о чем-то важном, вы всегда можете написать об этом в комментариях, и мы это там обсудим. Ну, а если вам это видео понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк. С вами был Арталаски, пока! Субтитры сделал DimaTorzok